Поудобнее и закрой плотнее дверь И как обычно на премьере по воскресным поутрам А передача в мире Дэнди прямо в дом приходит к вам А ты послушай Боба у рука и смотри во все глаза А ты узнаешь очень много, меньше чем за полчаса А нам в создании передачи помогает в магазине Он называется Дом Дэнди В нашем мире он один Доброе утро, дорогие телезрители Передачи мне Дэнди посмотреть не хотите ли? Псители, псители, псители Передачи мне Дэнди посмотреть не хотите ли? Мгммм Сейчас вы узнаете об игре Лаки Люк Я тоже вчера провалился в люк, но не в лакированный, а открытый Ха, счастливкий клюк Прямо классно не PlayStation В эту игру могут играть не только фанаты вестернов Но и классных бродилок с умными загадками Может быть последних тут не так много, но остального хватит всем Главный герой игры счастливчик Люк Отправляется в путешествие по Дикому Западу Чтобы расправиться со злыми бандитами, охватившими все кварталы И не дающими жития мирным горожанам Что меня особенно удивило в игре, так это графика Вроде бы на первый взгляд игра двухмерная Но ведь объекты-то трехмерные Заставки же компьютерные Прямо таки смесь какая-то получается Это уже что-то новенькое Правда, наподобие этого мы уже видели Эйпс Одиссей Но Лаки Люк Нечто другое В процессе игры вам придется путешествовать по всем частям Дикого Запада Посещая салуны, катаясь на тележках, на лошадях Естественно, при этом отстреливаясь от врагов И как вы уже поняли, это будут разыскиваемые шерифом бандиты Причем очень крутые В некоторых уровнях вам предстоит решить пару головоломок С помощью чего вы пройдете дальше Игра не обошлась без юмора Потому что игра предоставлена создателями ворнс Но червячков я тут не видел С игрой Лаки Люк вам скучать не придется И это правда Решая головоломки, прыгая, стреляя, бегая Вы вспомните, что такое настоящая бродилка Коим является Люк Скайволкер Ой, Лаки Люк Да-да, а вот моя любимая игра Футбол Да я куфутбол, хоккей самая понтовая игра Ребята, вас стали от жизни Теперь все только играют в баскетбол Да не-не-не-не Ребят, о чем мы спорим? Кому-то нравится одна игра, кому-то другая Короче, спортивный хит-парад Пятое место Викери Пробоксинг 2 Самый реальный бокс на сегодняшний день Четвертое место Новый футбол Майкл Оуэн 99 От Эйглс Интеростив С приличной графикой Движения же игроков оставляют желать лучшего Третье место НХЛ 99 С доработанной графикой И более реальной игрой Нежели во всех предыдущих частях Второе место NBA Live 99 Честно говоря, моя любимая игра Но не из-за этого этот баскетбол занимает вторую позицию Он меньше всех И первое место FIFA 99 Видно, EA Sports разогнался не на штуку Отличная графика Огромное количество команд Новые удары Одним словом, хит Мои рейки Мои рейки Субтитры Ура! Что за шума в драке нет? Я наконец-то выиграл! Паша, писать на это! Ну, ты вряд ли выиграешь меня в Rogue 3. А что это такое? Это игра, про которую мы сейчас вам расскажем. Тогда выиграю. Пойдём проверим? Вы, наверное, давно хотели услышать рассказ об этой замечательной игре от Single Track. Может быть, кто-то уже и узнал, что такое Rogue Trip. А уж если кто-то и проходил мимо, то очень много потерял. Ведь игра сделана в лучших традициях фистов металла. И никто, кроме Single Track, не сделает ничего подобного. Цель игры — уничтожить вашего противника на четырёх колёсах. А также между делом — собирать туристов и фотографировать города. Персоналов шейтут очень много. Есть и бабуси в танках, и фанатики Элвиса Пресса, решившие завивать весь мир. И что самое интересное, все они немного сдвинуты. Наверное, атмосфера 2019 года подействовала. У каждого персонажа своё спецоружие, как в Твистаде. А также большое количество дополнительного. Будь то ракеты, кометы, огненные шары и ещё что-то в этом роде. В целом, игра просто отпад. Особенно это можно почувствовать, играя вдвоём с приятелем. Набравшись мастерства, зоны, на которых, в общем-то, и будут происходить все действия, проработаны просто отлично. Они настолько большие, что порой я заблуждаюсь в дебрях городских просторов. А это Доди Вуд, Ария 51, а также и бонусы, в которых сложно заблудиться. Но не просто выиграть кучу баксов. Зараз все аттракционы в парке. И, конечно, сингл-трек, как всегда, отличился великолепнейшими музыкальными и закамерными сопровождениями. Рок-трип — лучшая боевая гонка. Хм, после 30-метала. Классика, а на везде классика. Нет такого человека, который не знает дом Дэнди на Богдалах Миницкого 33. Побывав там однажды, запомнишь надолго, и обязательно захочешь вернуться в этот мир электронных развлечений. Ведь там вы найдете игровые приставки на любой вкус, от Дэнди и Геймбоя до Сони Плейстейшн. От огромного обилия различных картриджей и дисков попросту разбегаются глаза. И вы проведете не один час у прилавка, просматривая это разнообразие. О боксоварах и вовсе стоит промолчать. Всевозможные прибамбасы, джойстики, переходники, взломщики, карточки памяти удивят даже самого закаленного геймера. И все это лишь малая часть того, что вы сможете найти в доме Дэнди. А чтобы увидеть все, вам нужно просто прийти на Магдалах Миницкого 33. И мы поможем вам разобраться и ориентироваться в этом сложном мире компьютерных игр. А теперь очередной конкурс нашей передачи. Для того, чтобы в нем поучаствовать, вам понадобится английская версия игры Гранд Туризма и... Мэморикард. Породите в режиме Тайм Трио трассу Гранд Вэлли. За минимальное время запишите свой результат на Мэморикард и принесите его в четверг в магазин Роуд Спорт. Уже в воскресенье в нашей передаче будет объявлен победитель. Который получит приз любой диск, которого сам выберет. Причем машину вы можете выбрать любую. И сконструировать ее по собственному усмотрению. И не будет конца вашей фантазии. Желаем удачи. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины. Куча полезных секретов. Ну и, конечно же, сами игры. Если вы заедлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10.30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Да, Брюс, конечно, плохие новости, ты сказал. Господи, что ж теперь делать? Паш, ты с кем разговариваешь, а? Я? Познакомься, Артур. Это мой друг Брюс. Брюс, это Артур. Паш, чтобы все в порядке. Конечно, но и все в порядке. Вот только плохие новости. Скоро грядет конец света, апокалипсис, и придется опять спасать наш мир. Паш, это на солнышке, наверное, перегрел. Я ничего не перегрелся. Ты мне не веришь? Что ж, посмотри на экран и убедишься, что со мной все в порядке. Знакомьтесь, самая хитовая игра в своем жанре. По крайней мере, я так считаю. Но думаю, что и вы все без раздумий со мной согласитесь. Апокалипсис очень похож на знакомую многим игру One, но в то же время превосходит его по всем параметрам во много-много раз. Сразу бросается в глаза небольшая надпись на коробочке. Старин Брюс Уиллис. Что, он теперь с экрана перебрался на приставку? Или решил совместить эти два дела? Как бы то ни было, отличному актеру главная роль в превосходной игре. Всех поиграть вечерком как-то в апокалипсис, присмотреться немного, изучить игру. Я через некоторое время с удивлением обнаружил, что уже утро. Поверьте, такого вы еще не видели. Умопомночительная графика и языковое сопровождение. Прикольные фразы, произнесенные знакомым голосом. Нон-стоп-экшен. Одним словом, невозможно сорваться. Страшная опасность, не имеющаяся равных, нависла над землей. Знакомая ситуация, не так ли? Четыре всадника апокалипсиса среди нас. О, это жут новенькое. И только один безрассудно отчаявшийся, грязно ругающийся, ренегаткин сайт, берется остановить все это. В общем, как всегда. Вот вы, один вооружившийся джойстиком и пулеметом, отправляетесь воевать против всех вражеских армий. Камера во время игрового процесса очень редко стоит на месте. Она постоянно вертится, приближается, удаляется. Создается такое впечатление, что вы не в игру играете, а в боевике снимаетесь. Какие загадки! Какой квест! Единственное, о чем надо заботиться, так это как можно меньше отпускать кнопку огня. Здесь даже сюжет нет. Стоп, оговорился. Сюжет в игре есть. И даже очень интересный. По мере прохождения игры, вы все больше и больше будете вдаваться в его подробности. Абсолютно после каждого уровня, вам покажу длинную и поучительную компьютерную заставку, в главной роли, сами знаете кем. Нет нужды описывать вам неописуемую красоту гигантских уровней. Перечислять количество и разнообразие противников, нападающих на вас на одном экране. Рассказывать про быстроту и увлекательность игрового процесса и удобство управления. Большой ошибкой будет не поиграть эту умопомрачительную, великолепную, красочную. Вам не кажется, что слишком много прилагательных? Хитовую, долгую, захватывающую, неповторимую и увлекательную игру. Выбор за вами. Хотя я нисколько не сомневаюсь, что вы выберете. Кстати, а вы не знаете немецкого языка? А теперь традиционная рубрика ХЕЛ! И сегодня секреты будут для вашей любимой игры ТВИСТЕД МЕТАЛ 3 Вот именно, а конкретно восьмой уровень для всех игроков. Все секреты вводятся в режиме паролей. ХАММЕРХЕД Квадрат вверх-вверх, старт влево. АУТЛАВ НОЛЬ ВЛЕВО, РОДИН, ВВЕРХ, ЛДВА ПЛАУР ПАУА СЕЛЕКТ ВЛЕВО, РОДИН, РДВА, ВЛЕВО ФАЕРСТАРТ ЛДВА, ЛДВА, ВЛЕВО, КВАДРАТ, РОДИН СПЕКТР ТРЕУГОЛЬНИК, ИКС, РОДИН, СТАРТ, РОДИН, СТАРТ, РОДИН ТАМПЕР РОДИН, 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 ИКС, РОДИН, СЕЛЕКТ АУПЕР НОЛЬ, РОДИН, ТРЕУГОЛЬНИК, ИКС, ВНИЗ КЛАВКИТ, РОДИН, НОЛЬ, СТАРТ, ТРЕУГОЛЬНИК, ВЛЕВО МУАРХОГ, РДВА, ЛДВА, ВНИЗ, ИКС, ВЛЕВО ИМЕНОН, ВНИЗ, ИКС, КВАДРАТ, ВНИЗ, СЕЛЕКТ ВНИЗ, СТАРТ, РОДИН, СТАРТ, РОДИН, СТАРТ, РОДИН